Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Юрей. Эпизод пятый. Страдающая душа. Всезнающая хочет вызвать духа душевой. Будь осторожна. Скоро тебе откроется завеса незримого. Джанку настояла на том, чтобы ты сходила к Всезнающей. Она погрузила тебя в транс. Ты увидела Аику, убегающую от неизвестного мужчины. Также она дала тебе травы и оберег, которые должны защищать тебя от посторонних сущностей. Вечером отпечаток закровоточил, и ты упала в обморок от боли. Эпизод пятый. Страдающая душа. Ты открыла глаза. Огляделась. Комнату заливал тусклый свет ламп. Очнулись, наконец-то. Ты попробовала приподняться на постели, но боль тут же отдала в висок. Ты поняла, что в руке у тебя катетер от капельницы. Что со мной случилось? Вы упали в обморок. Ваши друзья прибежали за мной, чтобы мы вызвали врача. А, рука? Я потеряла так много крови. Какой крови? Ничего такого не было. Когда я пришел, вы лежали на полу без сознания. Наверное, он Рио снова играет со мной. Ведь было столько знаков, которые говорили, что все это не просто так. Какая же я дурочка. Конечно, крови не было. Просто мой карманный дух снова хочет мне что-то сказать. Директор, где Мамору и Джанку? Естественно, они остались в пансионате. Правила еще никто не отменял. В любом случае, я побуду с вами до приезда родителей. Я не могу оставить вас. Это против моего долга директора, который принял вас в свое заведение. А вам же советую поспать. Вы и так всю ночь были под капельницей. Это не отдых. Здоровый сон лечит все недуги. Ты снова прикрыла глаза. Когда ты их открыла, комнату уже заполняло солнце. На кресле рядом с окном дремала мама. Она будто почувствовала, что ты уже проснулась. Митику, наконец-то очнулась. Как ты? Жить буду. В палату вошел отец. Он нес два стакана кофе. Один он молча протянул маме. Жива, я смотрю. Жива. Холодность родителей тебя ничуть не обескуражила. Ты давно к ней привыкла. Ну, раз с тобой все в порядке, то самое время вернуться в пансионат. Мам, ты серьезно? Более чем. Зачем в больнице содержаться абсолютно здоровому человеку? Мама хочет отправить меня обратно на учебу. И я соглашусь. Да, совсем не хочу оставаться в больнице надолго. Тем более сейчас я чувствую себя хорошо. Родители лишь кивынули и молча стали пить кофе. К вечеру тебя выписали из больницы. Доктор сказал, что это было обычное переутомление от учебных нагрузок. Родители довезли тебя до пансионата, и ты пошла в свою комнату. Там тебя ждал сюрприз. Митику, ты выписалась. Я так за тебя переживала. Но ты не слушала Джанку. Твое внимание было сосредоточено на всезнающей, сидящей на твоей кровати. Что вы тут делаете? Джанку пригласила меня после случившегося с тобой. Видимо, я допустила ошибку. Транс открыл лишь завесу тайны. Но ты не просто вступила в контакт с духом. Точнее, это необычный Онрио. Что вы имеете в виду? Мне нужно попасть в то место, где тебя коснулся Онрио. Причем срочно. Это случилось в душевой. Идем туда. Стоило всезнающей зайти в душевую, как она встала, как вкопанная. Что случилось? Что-то не так. Я чувствую здесь злые силы. Но так Онрио же... Нет, что-то другое, более страшное. Я прямо чувствую всем нутром этот сгусток темной силы. Ты тоже должна чувствовать. Пока я не чувствую ничего. Прислушаться к ощущениям. Ты прикрыла глаза и сконцентрировалась. Ничего. Не чувствую. Дотронься до своей руки. Ты положила ладонь на место отпечатка Онрио. Вдох-выдох. Изо рта пошел пар. Рука покрылась мурашками. Чувствуешь? Кажется, да. Она здесь. Совсем рядом. Я чувствую дух, но не могу увидеть. Это должна сделать ты. Но как? Я проведу обряд. Раз зажжем не Гаггус. Он вызовет... Горькая трава. Его также называют цветком смерти. Он вызовет того, кто погиб здесь. А вы не сможете это сделать сами. Вы явно с миром духов на ты. Дорогая моя, не меня ведь отметили. Значит, и видеть суждено не мне. Всезнающая подожгла травы и стала ходить по душевой. Она говорила заклинания, которые ты могла разобрать. Запах сжженой травы начал обволакивать тебя, а Всезнающая все приговаривала и приговаривала. Вдруг она остановилась. Здесь не один дух. Что? Я чувствую две души. Непрекаянную и мстительную. Всезнающая, что значит мстительную. Это души, которые не могут обрести покой, как не старайся им помочь. Что же делать? От непрекаянной души, то есть обычного Унрю, избавиться можно. Нужно найти ее убийцу, наказать его. И душа освободится. Уйдет в царство мертвых. Непрекаянные Унрю не причинят вреда. Они лишь как бездомные собаки пытаются приткнуться к любому человеку. Надеются, что он поможет найти виновного, освободиться от вечной жизни в теле призрака. Наверняка это Аика. Она показала мне, что кто-то бежал за ней, преследовал. Наверное, это и есть убийца. Но дотронулась до тебя не она. Если твой след меняется, растет, то тут постарался непростой Унрю. А кто же тогда? Юрей. Кто? Юрей – это мстительный дух, лишенный ног. Он как язва на теле, от которой не избавиться. Он не щадит никого. Лишь забирает с собой всех, до кого дотронулся. Ну, спасибо. И что мне теперь делать? После этих слов всезнающий резко погас в свет. Что произошло? Она услышала нас. Из глубины душевой раздался хрип. Что это? Запах сжженного Негагуса окутал тебя с новой силой. Ты поняла, что комната стала преображаться. Святые камни. Все как тогда, когда мы пошли с Мамуру искать улики. Хрип становился все громче и громче. Наконец он раздался у тебя за спиной. Чье-то зловодное дыхание обожгло твою шею. Кто-то стоит у меня за спиной. Ты медленно повернулась. Я не боюсь. Я ничего не боюсь. Ты зажмурилась. По лицу прошла волна чьего-то дыхания. Сердце билось так часто, что готова была попрощаться с твоим телом. Ты сжала кулаки и открыла глаза. От неожиданности ты упала на пол. Фигура в белом нависла над тобой. Из-под черных запутанных волос проглядывал налитый кровью глаз. Силы покинули тело. Ты лишь попыталась отползти к душевым кабинам. Юрей склонилась над тобой и посмотрела тебе прямо в глаза. Тело будто парализовало. Ты не смогла ни шевельнуться, ни моргнуть. Руку с отпечатком пронзила болью. Ты закричала. Я приду за тобой. Ее голос напоминал скрежет ржавых петель. Во имя Ками сгинь. Всезнающая взявшаяся из ниоткуда плеснула на Юрей водой. Дух растаял в воздухе. Вы изгнали ее? Лишь на время. О Ками, Мичико. Как ты сумела попасть в такой переплет? Всезнающая подала тебе руку и помогла встать. Что мне теперь делать? Я не знаю, Мичико. Пока даже представить не могу. Чуть позже вы с Джанку сидели в комнате. Ты рассказала обо всем, что увидела в душевой. И как победить дух? Всезнающая обещала мне помочь. Буду ждать. Но мне не дает покоя и кое-что другое. Что? Всезнающая сказала, что в душевой 2 умрет. Юрей страшное безногое чудище. Но есть и обычный Онрё, который просто застрял в той комнате. И его можно успокоить. Как? Просто найти убийцу? Да. Так сказать, воздать по заслугам. Тогда Онрё успокоится, а заодно отстанет от меня. Думаешь, это Аика? Уверена в этом. Она единственная таинственно исчезнувшая в этих стенах. Еще я видела ее тогда, у Всезнающей. А потом и погоню за ней. Каким-то образом, той ночью мне встретились два духа. Тот, что коснулся меня. Юрей. И невинная душа, умершая насильственной смертью. Я хочу ей помочь. Как нам это сделать? Я уверена, что все ответы в доме Аики. Значит, ждем вылазки в Кису. Именно. Неделя прошла незаметно. Тебя заботили только мысли о двух Онрёх, которых ты встретила. Отпечаток больше не болел. Видимо, заклинание Всезнающей на время отогнало от тебя Юрей. Вечера ты проводила чаще всего с Мамору и Джанку. Но и Тэмотсу пытался обратить на себя твое внимание, поэтому периодически, якобы случайно сталкивался с тобой в коридорах. Наконец, наступила суббота. Утром, пока Джанку умывалась, к тебе пришел Мамору. Блин, Мамору, я же не одета. Еще как одета. Отличная пижама. Хочу такую же. Тут же Мамору смутился и начал чесать затылок. Это... В Кису открылся японский ресторан. Точнее, единственный. Ты не хотела бы сходить? Без Джанку. Вдвоем. Это как свидание? Ну, типа, да. Тебя отвлек вибрирующий телефон. Говорят, в Кису открылся новый японский ресторан. Сходим. Сразу два парня зовут меня на свидание. Но я пойду с Мамору. Конечно, я с удовольствием с тобой схожу. Мамору просиял. Ну, тогда до встречи. Пока. Прости, уже занята. Ну вот. Ты выглянула в окошко. Погода была солнечной. Похоже, сегодня будет жара. Отлично. А то надоели эти куртки. А для свидания с Мамору надо выбрать что-то красивое и необычное. Тем более, с погодой повезло. Образ прекрасен, как вечный цветок. Ну да, определенно я возьму этот наряд. Вы затаились рядом с домом родителей Аики. Как мы туда зайдем? Второй раз вранье уже не прокатит. Надо подумать. Вам на помощь пришла сама судьба. Вы увидели, как дверь домика открылась и вышли родители и бабушка Аики. Они двинулись вверх по улице. Отлично. Значит, мы просто зайдем в дом. Ты с ума сошла? Так неправильно. Мы просто найдем комнату Аики, обыщем ее и уйдем. И что ты хочешь там найти? Наверняка осталось что-то, что могло бы натолкнуть нас на мысль. Не может человек пропасть просто так, Джанко. Умереть тем более. Я чувствую, что в этом доме раскатка тайны. Но пробираться туда... Смотри, там к стене прислонена лестница. Мы просто залезем на второй этаж. Ничего не будем взламывать и брать с собой. Никто не узнает, что мы были там. Зато мы можем узнать, кто сделал это с Аикой. Решение придется принимать мне одной. И мы это сделаем. Джанко, мы просто не имеем права оставить все так, раз уж сами сюда влезли. Ладно. Ты выслушала вздоха Джанко, который, казалось, длился вечность. Наконец, вы забрались по приставной лестнице на второй этаж дома. Вы оказались в небольшой комнатке, из которой вниз спускалась лестница. Идем дальше по коридору. Джанко следовала за тобой. В конце коридора оказалась дверь, украшенная блестками. Спорим, это комната Аики? Кто, кроме ранимой девочки, украсит так дверь? Вы вошли в комнату. Комната была маленькой и душной. Ты осмотрелась и остановила взгляд на рабочем столе Аики. Ты стала выдвигать ящики по очереди. Что ты ищешь? Улики. Какие? Если бы я знала, я бы давно их нашла. Ты выдвинула последний ящик. Кажется, джекпот. Ты о чем? Судя по всему, я нашла дневник Аики. Эй, нельзя лезть в чужой личный дневник? Думаю, Аика будет не против. Ты стала листать страницы. Нытье о школе и подругах, проблемы с родителями, надоедливые сенсеи. Ничего необычного. Как вдруг... Джанго, слушай. Цитата из дневника. Сегодня Айтиро ударил меня. Я сразу же хотела уйти, но он запер меня в комнате. Что за Айтиро? Ты стала листать дневник дальше. Кажется, это ее парень. Ну, или просто какой-то воздыхатель. Она упоминает его несколько раз. И кажется, он очень... Агрессивный. Ты узнала кое-что важное. На первом этаже хлопнула дверь. Вернулись. Бежим отсюда. Ты положила дневник на место и через коридор вернулась к лестнице вместе с Джанго. На первом этаже слышались голоса. Скрипнула ступенька лестницы. Без лишних слов вы с Джанго выбрались в окно. Чуть не попались. Думаешь, этот Айтиро и мог что-то сделать с Аикой? Это стоит проверить. Кажется, АИ с доски обозначает вовсе не Аими. Вечером все хорошенько обдумаем. А они что, предположили, что это Аими? Я даже не думала об этом. Вряд ли какая-то там стервозная девчонка может что-то совершить. Фантов-то у нее много, а вот на деле такие барышни обычно ничего из себя не представляют. Ты посмотрела на часы. Черт, я же опаздываю. Джанку, встретимся тогда потом. Конечно, а куда ты? Потом расскажу, прости. Мамору уже ждал тебя у ресторана. Вежливый официант проводил вас в помещении, и вы расположились на подушках. Вам принесли меню. Ты отлично выглядишь. Спасибо. Это платье, как произведение искусства. Оно очень тебе идет. Что ты будешь? Ты прислушалась к ощущениям и поняла, что желудок сводит от голода. Я буду... Морепродукты. Креветки и мидии с лимонным соком. Какая-то ты не настоящая японка. Как же суши? Отхожу от стереотипов. Это все равно, что быть русским и есть только селедку под шубой. Мой отец часто ездит в командировки по разным странам. Он рассказывал про такое национальное блюдо. Соленая селедка под слоем вареной свеклы. Теперь я хочу это попробовать. Ты странный, знаешь об этом? Мамору лишь улыбнулся. Все хотел у тебя спросить. Я иногда вижу тебя с этим спортсменом, Тэмоцу. У вас что-то есть? Ничего себе. Вопрос прямо в лоб. Сказать, что Тэмоцу друг. Мы просто общаемся, дружим. Между нами ничего такого нет. А почему ты спрашиваешь? Ну, просто интересно. Охотно верю. Ну, просто ты мне очень нравишься. И я позвал тебя на свидание не просто так. Да неужели? Мы слишком много времени проводим втроем. И тут я понял, что Джанко лишнее. Точнее, я не то хотел сказать. Мичику, ты будешь моей девушкой? Мамору предлагает встречаться. И я соглашусь. Отношения в пансионате запрещены. Бла-бла-бла. Ну да, ну да. Я буду твоей девушкой. И даже не побудешь стомной, загадочной и неприступной? Ты задал мне два провокационных вопроса прямо в лоб. Как я могу отказать? Мамору протянул руки через стол и сжал твою ладонь. От этого прикосновения по телу разлилось тепло. Вот что такое касание, от которого не просыпаешься в холодном поту. Теперь вы с Мамору пара. Вечер с Мамору прошел незаметно, несмотря на неловкость в начале. Домой вы вернулись, когда на улице уже стемнело. Половину ночи ты не могла уснуть. Тебе все вспоминалось лицо Юрей. В печали подбавило и боль в желудке. Кажется, пора перестать выпендриваться и, как все нормальные японцы, брать в ресторанах суши. Но кое-что позитивное в этом было. Впервые за две недели у тебя болел не отпечаток Юрей, а что-то другое. Какая она молодец, ищет позитивные моменты там, где их нет. Серьезно, что прекрасного в том, что у тебя вообще что-то болит? А если еще и в сравнении с рукой и непонятным отпечатком, который больше никто не видит, кроме вас троих? Ну ладно, не троих, четверых. Еще ведь есть всезнающие. И вот теперь закономерный вопрос. Если сказали, что от Юрей никак не избавиться, и она в любом случае тебя добьет рано или поздно, то как выживу я? Это ведь просто невозможно получается? Что ж, все по порядку, скоро мы все узнаем. Ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.